I have ways of blowing things off Здарова ребятушки, с вами Оладушки и это Dishonored 2 Мы с вами возле вот этого прайдохи, так бы ему в печень Минуточку Вот эта штука Ну а это монеты, прикиньте Я это не заметил в прошлый раз У меня что-то мозолило глаза Я сейчас просто заходил, перезаходил в игру Мне нужно было немножечко подстроить Винда обновилась и почему-то у меня слетели некоторые настройки Но вроде как сейчас все нормально Я надеюсь, раз, два, три Ладно, вы меня слышите, я на это надеюсь И уже все хорошо Итак, если я правильно помню Перед нами сейчас стоит такой выбор Пойти и просто убить этого Святош, короче, я, блин, забыл, каких зовут Давайте глянем Сведение, сведение Да, нафиг сведение Воскрешение Ага, ну про то, что Паула убить Мы его и так убили, все нормально, все хорошо Доставьте одного из лидеров к другому Я могу сейчас забрать вот этого дебила И отнести к священникам Или найдите Дюрана Я на самом деле хочу найти Дюрана Как я и говорил, что я не хочу Сотрудничать ни с бандитами Ни с этими Блин, я постоянно забываю Сектанты, сектанты, короче, пусть будут сектанты Но Я хочу убить сектантов Как мне это лучше сделать? Форпост, смотрите, ли, 111 метров Я могу бегать с этой тушей? Вроде могу Я могу просто прийти к сектантам и убить их? Или же я могу прийти к сектантам? Принести им Пауло Или даже Пауло Тут у нас комната Дюрана, которая под замком На диван На диван прыгай Опа, молодец Принести им Стойте, а тут мы были? О, тут привязанный сектант Стоп, ребята Я чего-то не знаю, да? Об этом помещении Мне кажется, я здесь не был Давайте сохранимся, сходим Привет Ну, как бы, да Да, блин, я не понажал А, тут амулет есть Спасибо, я заберу Лечиться мне не надо Книжечка Книжечку почитать, это мы всегда за Секретные порошки Порошки, блин Секретные порошки Марни Вызывающие ужасные иллюзии Помутнение взор и прочее Помутненный взор Высуши 20 пурпурных морских слизней Пока они станут хрупкими и легкими, как перо Положи их на ступку со следующими ингредиентами Один сушеный корень лопуха Четыре сушеных листа Нима Половина мерки Тонко наструганной хитовой Хитовой Китовой кости Хитовая кость Растолки все в порошок Храни его в сухом месте Пока не пожелаешь использовать Держи подальше от глаз Ночные капли Аделины Вызывающие ночные кошмары Изводящие твоих недругов Бессонницей Замочи спелый лимон В кружке козьего молока На 5 дней Пока молоко не превратится в зеленую пену Какова должна быть густой и едкой Выбрось лимон Смешай пену с небольшим количеством меда По вкусу И храни в плотно закупоренной бутылке Для результата Добавь 5 капель Средство Вечернее питье недруга Даааа Рецептики у вас ребят Просто зашибись Так хорошо Один амулет у нас в комнате Дюрана Один амулет далеко Эти 142 Я так понимаю Что это уже на посту у сектантов будет Поэтому Мы сейчас делаем вот так Мне интересно что это за сектант Я сейчас к нему подойду Мы посмотрим Но я хочу сначала осмотреть окружение А вдруг тут найдется что-нибудь интересненькое Для нашего взора Найдется? Найдется? Кроме книжечки Книжечка конечно была просто суперская Китовая кость О еще одна Амулеты Отрывок из книги о традициях Переплавления резьбе И о резьбе по кости Или по кости Как говорится Костяные амулеты Благословения моряка Резьба Это давняя традиция Переходящая от морского волка К безусы Это мы читали Если хотите ребятки Почитайте на паузе Ну как бы То что новое Мы читаем То что мы уже читали Извините Перечитывать не буду Чертеж Я могу его тут просто пропустить Пули Дротики Полные Посмотреть Это Это бездна? Ты проклятый Чужой? Да Так и есть Смотри У тебя шлем Да? Бздынь Я не ожидал такого эффекта Где там у нас Личилочка была? А стоп Нам не надо лечиться Ладно Я думал Что нас немножечко Жахнуло Я Да Я именно тот самый Проклятый Чужой Все Тебе конец Чувак Сам Сотона Адский Пришел за тобой Давай я тебя Избавлю от этого Погоди Руки ему отрезать Можно? Нет? Там буря начинается Я думал Что за это? Блин Я хочу ему руки отрезать Извини Я пытался По крайней мере Тебя больше не глючит Тебя больше не мутают Галлюцинации Давайте Закроем Паоло Иди сюда Мой план Таков Очень прост И зол Я сейчас пойду К сектантам Скажу Ребятки Вот я вам принес Подарочек Вот И У-у-у, баг с ворванием, серьезно? Неплохо. Я скажу, что я вам принес подарочек. Пропустите меня. И потом посмотрим по ситуации. Потому что если они мне скажут, что, мол, да, чувак, конечно, давай мы поговорим, то тогда хорошо. Если пойдет какая-то заставка, что я буду с ними дружить, сотрудничать, то, наверное, нет, спасибо. Посмотрим. Я все равно хочу их убить. Вот, в общем, к чему я все это веду. Я не хочу оставлять диктантов в живых, поэтому меня вполне устроит. Черт. Эй, погляди-ка! Сюда! Людак! Пора умирать, старик! Держи, парень! Бездные, что за шум? Стенатели. Она такая, как вампир, еще лапками подергала, подергала. А, 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 нет! Стенатели, блин. Я думал, я убил Паулу, и все, типа, они уже не будут на меня наезжать. А, сейчас, сейчас. Голова. Мародер. Блин, смотрите, при освещении она довольно неплохо смотрится. А, трехочковый. Подобрать труп. Блин, серьезно? Пол трупа можно подобрать? Я не знал, что тут можно человека напополам разрезать. А, можно. Просто реально напополам разрезал. Вот такого, к такому играм меня не готовило. А, где кровь тогда, все дела? Ладно. Паулу. Черт, возможно, тут что-то есть интересное. 78. Честно, я думал, я сейчас просто дойду до них, и все. Я не думал, что здесь купить две баночки и получи одну бесплатную. Давайте, я хочу баночку бесплатную. Это просто реклама. Это просто реклама, Карл. Хорошо, наверху что-то есть? Какие-то нычки? Выглядит так, как будто да. Давайте я схожу, гляну, что ли. А, нет, туда не зайти, к сожалению. Туда не зайти. Цвет немножечко непонятно установлен здесь. Там, где ярко-ярко, там, где темно-темно. Как бы это звучало логично, но все же... Пойдем, трупешник. Нам с тобой поговорить еще надо. Много еще твоих друзей по пути будет? Нет, а то как-то, ну, не знаю. Ну, они тут этих сектантов явно очень сильно мочат. Там прям аж плохо им. Гав-гав. Давайте будем надеяться, что это был некий форпост на пути. Ну, так называемый. Форпост смотрителей. Да, вон оно. Дверь заперта. А я хочу туда попасть. Так, полежи-ка. Удачно. Ключ нужен. А зачем мне нужен ключ, если есть окно? Или тут тоже... А, тут тоже требуется ключ. Так. Тут всякие записи умалишенных. Дневничок. А, это журнал. Сребр... Ого. Слушай, самое главное. Прилагать милую записку к каждой сребрографии. Я знаю, что это пошло, но так хотят наши клиенты. Мы тут не для того, чтобы строить из себя поэтов, смердящих вином и мочой, и подыхающих от голода в сточной канаве у ведьмной руки. Вот несколько примеров старайся. Мы повстречались в месяц хлада, любовь нам вечная, услада. Мы встретились в месяц дождя и полюбили навсегда. Кто в месяц леса поженился, тот навсегда озолотился. Жениться в месяц зерен и будет... И все вам будет медом. Ого. Мы обвенчались в месяц стужи и больше нам никто не нужен. Блин, ну, типа да. Для служащих. Не делать больше сребрографии для госпожи Минди Блоншар, пока она не выплатит долг и готовых портретов ей тоже не отдавать. Мы в кредит не работаем, даже для стенателей. И жалований вам с чужих обещаний не выплатить. Если она снова будет вам угрожать, дайте мне знать, я сообщу об этом Паоло Мадотти. Мадотти. Сообщу Паоло. Ну, Паоло как бы уже отъехал в лучший мир. Сюда как-то можно проникнуть. Ключ от студии сребрографии. Нам нужен ключ от студии сребрографии, да? Ключ от студии сребрографии. Касса. Но это только деньги. Это всего лишь деньги, Джонни. Так. Ключ, ключ, ключ. Поищем. Я не знаю, здесь он не здесь, но надо будет поискать. А вдруг найдем? Ну, они пока что не враждебны. Пока что. Я думаю, что если я приду с этим Васей, то меня проводят к... Как его? Блин, Бирн его зовут? Точно, Бирн. Гложит чувака раскаянный. Пойдем. А тут с этой стороны у нас что? Катертью дорожка. Да, да, до свидания. А тут ничего, тут просто уголочек. Хорошо. Ключ от сребрографии. Погоди, Пауло. Это Пауло? Он мертв? Да, да, да. Ай, блин, буря, чертова буря. Так, ладно, меня жена не дамажит вроде как. Я пытаюсь понять, может быть, есть какой-то... Какой-то... Какой-то альтернативный вход. Допустим, если сюда... Чернила Минди... Можно сюда зайти. Если бы не герцог, наши дети не задыхались бы по ночам от этой пыли. Опа. Легко во всем винить герцога. Но на прибыль, которую приносят эти шахты, живет весь город. Герцог мог бы действовать, как и его отец. Мог бы. Не спешить с добычей и не топить город и всех нас в пыли. Да. Сейчас в Карнаке вдвое больше людей, чем раньше. Снизь добычу серебра, у меня пол семьи останется без работы. Зачем загонять себя в гроб раньше времени? Только для того, чтобы прокормиться? Я не хочу их убивать. Но я не знаю, как они отреагируют на меня, роющегося здесь в доме. Стоит ли мне их душить? Тут вроде ничего нету. Если вы... Они вроде не обращают на меня внимания, да, никакого? Ого. Так, а ты кто? А ты монеты. Ага. И тут деньги. Я, короче, граблю обычных людей. Нормально. Достойное занятие, корбо. Ну, я понимаю, что я за тебя играю. Но это же твоими руками я тут все тырю. Здесь у нас амулет. Он в соседнем доме, да? О, зелица. Это я возьму. Это я тоже возьму. Газетка. На днях в Большом дворце прошли пышные торжества в честь императрицы Далилы Колдуин, призванный продемонстрировать поддержку со стороны серконосцев. Гости расскажут, что отсутствие императрицы, занятой в Даунвале делами государственной важности, нисколько не омрачило празднование. Вместе с императрицей на церемонии присутствовало огромное серебряное изваяние. Наш щедрый и непредсказуемый герцог Лука Абели, вероятно, хочет войти в историю как веселый герцог. Очень веселый. Из Большого дворца также сообщают, что слухи, будто наши послы вернулись из башни Даунвала в Карнаку со странными метками на лице бармача на мертвых языках, не имеют под собой никакого основания. Да, совсем, совсем, вообще ни капельки. Зачем мне этот уголок? Просто послушать? Я послушал, спасибо. Они тут что-то стенографируют, печатают. Кошель, спасибо. Это можно открыть? Можно. А зачем? Не надо, не нужно. Серьезно, минуточку. Я не понял, зачем здесь это место. Ну, кроме как, просто по сюжетному послушать, посмотреть парочку вещей. А, тут можно типа пройти беспалевно, да? Вот зачем оно. Но никаких сюжетных вещей или чего-либо такого здесь нету. Ладно, я вас понял. Ну, я надеюсь, что я понял все правильно. Хорошо. Красеныш, иди сюда. Поговорить нужно. Спасибо. Неважно, какова твоя вера, но твоя помощь была велика. Спасибо. Мне нужно форпост смотрителя. То есть, прямо к нему. Я могу пройти вообще, в принципе, без затруднений, да? Мертвый еретик. Прекрасная новость. Вообще офигительная. Паула прикончили. Так все и было. Теперь с этим бандитом покончено. И стенатели стали раздвигаться. Ребятки, вы бы не так громко радовались, наверное, потому что, ну, вы пока этого не знаете, но вы следующий на очереди. Вы пока не подозреваете, но вы следующий на очереди. Так, наместник верховного смотрителя. О, у вас крысы лезут, поздравляем. Мольбы тебе не помогут. Тебя обвиняют в действиях, запрещенных доматством обывателя. Каждое преступление было засвидетельствовано верным и благонадежным смотрителем. Поэтому суда не потребуется. Закраду еды. Ну вот и все. Паула запрета. Погиб. Сенателем конец. Мне туда надо. Блин, там людей казнят, расстреливают. Я надеюсь, что... Да-да-да, рядом есть. Прямо надо мной, я понял. Я надеюсь, что они дюраны не убьют раньше времени. Отрывок из обширного труда. Весь период. Я такой, чувак, сидит, откаю книжку забирать. Да, почитаю, чувак. Весь природный мир признан вибрациями едва ощутимыми для наших органов чувств древней музыки, что присутствует во всем творении, будучи основой основ мирознания. Ребята, мы это читали. Дочитывайте, кто хотите. Я не против. Кнопочку паузы никто не отменял. Так. Пленник дюран. Арестованным оказался человек по имени дюран. Он признался, что заходил в дом Арамиса Стилтона, но умер, так и не сказав, как получить код... Ах, вы твари! Он сдох! Так и не сказав, как получить код от замка Джиндаша. Арестованный больше не представляет для нас интереса. Его вещи переданы для осмотра наместнику Бирну в кабинет наверху. Брат... Тенус избавиться от тела арестованного. Чёрт! Найти вещи дюрана. Труп. Брось. Это вот, наверное, и был дюран. Идём, Пауэлло. Чё там? Пять руны совсем близко. Похоже на следующем этаже. Я бы такой бы, что, наверное, сходил бы изначально за руны, потому что это важно. Да-да-да. А потом бы уже всё остальное. Она прям здесь. Ключ. Заперто. Буря идёт. Давайте я этих поубиваю. Ключ-то явно у кого-то из них. Только пули, и всё? Так, отрывок из молитв смотрителя. Автор Верховный Смотритель Абрам Темплтон. Я говорю, братья, именно здесь наша благочестивая сила стоит на страже перед лицом надвигающейся тьмы. Мы именно здесь обвиняемся. Мы против призраков неопознанного, которые влекут нас в ночной ужас. Откуда нет возврата к нашим очагам, к нашим семьям? Мы служим хлыстом для отбившихся от стада и забрежших в туманные серые пустоши чужого. Читали это, дочитывайте, ребят, если хотите. Много уже литературки попадается повторной. Но я понимаю, почему, с одной стороны. Блин, мне нужно туда. Ребять. Зачем я это выпил? Я не ту кнопку нажал. Что-то типа. Где ключ? В замочную скважину. Руна там. Я понял. Тут есть... Какое-то окно, как туда попасть. Наверное, нет. Трупешники, трупешники. Ладно. Нам наверх, к смотрителю, это еще выше, да, получается? А здесь у нас что? А здесь то же самое. Я тебя понял. Я их пяточком. Я их буду потихонечку перерезать. Мне-то что? Я же все равно хотел их убить. Они там вон людей расстреливают, все дела. У них все хорошо. Так что... Мне это все не проблема. А? Тут песель. Ладно, этих я пока оставлю. Тут нету двери, пофиг. Как мне попасть дальше наверх? Давайте. Вот у нас есть Паула. Красавела. А, ну дальше наверх сюда. Мертвый еретик. Прекрасная новость. Да-да-да, хорошее. Мертвый сектант еще лучше. Здесь три, дайки, на мою голову. И меня увидели или нет? Я тебя все равно найду. Найдешь, найдешь. Что? Где он? Минус два. Так, ребят. Вы агриться на меня будете или нет? Вот что мне интересно. Шкафчики, шкафчики. Тут бы, наверное, зрение включить, что ли. Не знаю. Посмотреть, что где есть. Сразу видно. Пули. Груша. Тивийская. Не просто так. Тут вам не тяп-ляп. А, сюда можно было попасть через строительные леса, через то окошко. Но если бы, типа, я заходил бы по Стелсу. Но я же пришел как к себе домой. Поэтому все нормально. Вот. Стакан есть. Так, а не хочу подбирать. С этими ребятами мы договорились. Тут просто спуск. Да, тут тоже просто пуск. Все, 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 я понял. Хорошо. Жалко, что они меня увидели. Я теперь не знаю, будут ли они на меня агриться. Не будут. Но пойдемте. Мы пока с Паулу походим. Дружище, я так к нему привязался. Да, какая-то, какая плохая шутка. Наемник, вещи. Бирна надо грохнуть. Тут вообще без вариантов. Да. Я не заметил, что кто-то лезет так быстро. Ты напили трусы, брат мой. Однако их было шестеро. Я рад, что со мной ты. Меня согревает мысль о том, что последние минуты я проведу с другом. Да. А, вы оба трупы. Ну, молодцы. Он просто такой взял и скончался, не дождавшись. Так, здесь перечислены имена верных сыновабаства, павших в войне против еретика Паулу в битве за сердце и душу этой земли. Да будут они вовеки забыты. А? Э? А не агро или нет? Нет, не агро. До свидания. Никого. Я хочу их всех перебить. Они меня вообще ни разу не вдохновляют. Хорошо, что я к ним пришел с вот этим вот дебилом, и они меня к себе подпускают, и мне не приходится ничего выдумывать такого. Так, об изготовлении масок. На игре металл до температуры плавления, затем произнести слово Джона Клейверинга, узрите лик Холджера, павшего сегодня в битве, сие есть образ неприятия этого омерзительного мира. И вылей металл в форму, изготовленный в соответствии с оригинальным чертежом, черной тушью на телячьем пергаменте, лицо, сохранившее свою красоту даже после смерти. Лей металл аккуратно, в полной мере отдавая себе отчет в том, что несешь на эту землю. Если металл прольется, или же будет неправильно отмерен, его указать... его... Это указывает на присутствие чужого. Если, короче, у тебя косые руки, значит, тебя тобой овладел чужой. И тогда все подлежит очищению, и процесс следует начать с изного. Пусть маски остынут, затем извлеки из них формы и прочитай из книги предметов. Холджер, причистый чаелик, здесь пребудет в веках. Всели ужас вне другов наших, неси погибель всем грешникам, да будет так. Отложи те, в которых речь брата, не ясна, а также те, что упали, пусть даже случайны, те, в которых есть дефекты. Расплавь их и повторно очисть жидкий металл. Все эти маски должны быть совершены в своей форме, вдохновленные твердой верой об адство. Долбанутые на всю голову. Просто, вот знаете, шизанашки. Вот, ну, по-другому и не скажешь ты про них никак. Хорошо. Проповедь в канун месяца тепла. Благочестивые серконосцы и мои праведные собратья по аббатству. Приветствую вас. В эти времена нам предстоит проходить через многие испытания. Чужой испытывает нас. Каждодневно ищет он наши слабости, наши страхи. В какую же форму обличены эти испытания? Трупные осы, жалящие паразиты, являются точным воплощением нашего морального разложения, развращенного духа, прислужники чужого, бежавшие из бездны. И все это время он смеется, всякое заражение приводит его в экстаз. Каждая смерть, его победа, выигранная битва в бесконечной войне против нашей непреклонности. Но в нашем миру ему, в нашем мире ему нужен союзник. Где же находит чужой этих предателей? В самых низменных местах. Полуразрушенные дома, зловонные бордели и грязные переулки, куда рыботорговцы выбрасывают потроха. В сточных канавах, где попрошайки рыщут в поисках оброненных безделушек среди гниющих отбросов и в пивных. Не верьте этим мрачным местам и их обителям, на них лежит печать чужого. А теперь приступим к созерцанию запретов и прослушаем гимн. Пока идет за мной по пятам, я ускоряю шаг. Да-да, ускоряй, чувак, вперед. Ага. Ну, реальные шабанашки, просто... Пойдем. Прикиньте, сколько жизней они... Ну, то есть, я понимаю, на секундочку, что это все игра, но мы же играем, типа, как за правду, и тут есть роллплей и всякое такое. Прикиньте, сколько жизней они еще загубят, если мы их оставим в живых. Они вон просто так людей расстреливают. А нужно ли мне, кстати, сразу выше дойти или нет? А выше это нам для... Чего? Руна-то да, да. До руны нам добраться. До руны ключ нужен, чтобы добраться. О, тут какие-то заброшки. Ну, это опять же, да, чтобы просто пройти беззвучно, я так понимаю, попасть в кабинет этого бирна, бёрна, бьерна. Эфигерно. Ну, вон, вот этого парня нам нужно убивать. Это вообще 100%. Нам нужно будет так подумать, как его убивать. То есть, по сути, на верхнем этаже у нас ничего, кроме стелса, нету. Но поскольку мы ходим беспалево, поэтому давайте ломанемся в эту сторону. Сейчас я пяточку. Я вот этого додика возьму с собой. Это моё алиби. А тут ничего прочитать, кстати, забрать нельзя. Нет, тут только... Только срач. Ладно. Уговорили. Эф-пяточку. Итак. Тут я с вашими парочкой братьев уже поговорил. Эта дверь просто открывается, да? Или... Минуточку. Вот эту комнату я ещё не обрыскивал. Тут можно пройти без двери. Тут, в принципе, везде можно пройти без двери. Тут такое место. Наместник Верховного... Это и есть Бирн. Серьёзно? Так, давайте и в 5. Я с ним поговорю сначала. Сначала. Просто поговори. Это Пауло? Да, да, да. Это Пауло. Неожиданно, но приятно. Вы представляете, сколько благое дело вы сотворили? Да. Я замыслил немало перемен в Карнаке. Я знаю и о вас, и о ваших амбициях, Бирн. Для меня всё это было лишь средством достигнуть цели. Но помнит ли аббатство своих друзей? Превосходно. Так же, как и врагов. Так что вам нужно? Я хочу попасть в дом Арамиса Стилтона. Какое странное желание. С домом Стилтона происходит что-то ужасное. Давайте там не будет фигни от Джиндоша. Я должен выяснить, что там произошло. Помогите мне и не пожалеете. Герцог лишил нас привилегий в Карнаке. И теперь мы сражаемся с Пауло просто за то, чтобы остаться в городе. Так Пауло сдох, всё. Вы остановили его чёрное сердце. И я выполню вашу просьбу. Я слушаю. Один стенатель под пыткой рассказал, что они умеют открывать замок на доме Арамиса Стилтона. Возможно, тайну знают только Пауло и его приспешники. Думаю, вы найдёте искомое, поняв, почему герцог приказал Джиндошу опечатать дом Стилтона. Ну что же. Похоже, я впервые извлеку столько пользы из визитов аббатства. Я запомню, что вы помогли мне, Бирн. И я тоже убийца. Убийца. Миночку, как изменится моё задание сейчас? Убийца. Убийца. Новые сведения. Сведения задачи, задачи, задачи. Откройте замок Джиндошу. Предметы. Ключ смотрителя от комнаты с изъятыми вещами. Ключ от комнаты с изъятыми вещами в форпосте смотреть. А, это не то, кстати. Сведения. Вы нашли комбинацию замка Джиндоша. Мадам нацию ордена. А, я понял. Воскрешение Паула. То есть, получается, я помог им, да? Я мог обыскать. Да, да, да. Я тоже на это надеюсь. Чувак, ну, как бы, ну. Вот так. Ключевой объект убит. Ты же не надеялся, что будет иначе? Вот так. Ключ Дюрана. О, вот он отлично, суперский. Арестованный стенатель сообщил нам важные сведения относительно своих соучастников и их вожака, еретика Паула. Ежедневный еженочный дебош, колдовство, которое рассеет не в силах даже наша священная музыка Паула, совершенно погряз в разрате и подлости, как мы и подозревали. В последнем издыхании арестованный сообщил, что сам герцог через Паула отправлял еду в закрытый дом Арамиса Стилтон за это место заперто так называемым замком Джиндаша. Нет сомнения, что герцогу код замка сообщил сам Джиндаш, а Паула передал его арестованному нескончаемые происки зла. Зла, зла, зла. Не говори даже. Так. Район Батиста. Стилтон Мэнер. Вот нам сюда надо будет зайти. Получается, что сюда мы куда-то пойдем. Сейчас мы в этом вот треугольном здании. А салун у нас здесь. Кстати, довольно ясно, понятно. Можно я голову отрублю? Нет? Нельзя? Ладно. Так. С этим с этими чепушилами мы разобрались. Южная ветра доклад, прочитанный ради пользы и назветания учащихся фрагмент выступления. Так, как с вами студенты и ученые коллеги, приходилось ли вам слышать рассказы о Сирконосе в красоте домашних жителей. Я собираюсь задать вам... Так, это мы читали, ребятки, кто хочет, может перечитать, на здоровье вам будет интересно. Тут, 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 тут больше ничего нету, точно? Фига себе! то есть, вам реально было пофиг на то, что у вас тут бирны убили под... Я их даже не заметил, пока не спотыкнулся об них. Неплохо, неплохо. Так, вопрос в другом. Вопрос в другом. Где мне взять ключ и зайти туда, где руна? А это мне нужно. Большой дворец опубликовал сообщение о начале следствия по делу с жестокым убийством Брианы Эшвард, куратора Королевской Кунсткамеры в Большом дворце утверждает, что преступником является то же лицо, что терроризировало улицы нашего города параславутый королевский убийца. Смерть Эшварда огромная потеря для Кунсткамеры. Знатоки утверждают, что она обладала острым чутьем, необыкновенные предметы искусства и редкие образцы древних технологий. Кроме того, она была отличным таксидермистом и благодаря ей жители Карнаки могут вблизи созерцать различные чудеса природы. Не сложилось. Как там, пацан к успеху шел? Ну, да, не фартануло. Так, ребята, мне нужен ключ. Лутецкий никто не отменял. Между прочим. Его нету ни под подушкой тут нигде, ничего. Мне очень... Мне нужен ключ и от... серебря вот этой фигни. И от... И от... от руны к замку Джиндаша. Ну, к замку Джиндаша. Так, тут мы всех перерубили. Я не знаю, что будет на улице. Хочу ли я ввязываться в открытую драку. однако... Однако... Ммм... Блин, где она там была? Вот здесь, да? Эта дверь. А, я теперь могу сюда зайти. Когда я получил этот ключ? Я что-то туплю где-то, да? Так, тут были деньги, ключ и... монтажный инструмент, коих у меня перебор. Хорошо, я вас понял. Теперь. Теперь, теперь, теперь. я хочу пойти вон в те здания, которые там мои люди шмонали. Там кто-то есть? Обязательно. Вы не агро, не агро. И вы не агро. Горит. Успокойтесь. Тут у нас стоматология. Или что это? Ниночек, давайте я их пятку сразу. Я, на самом деле, чего успокоился, что я нашел руны, и, по-моему, это все руны на этом уровне. Я думаю, что в замке из этого Стилтона там еще будет что-то, но пока что это выглядит, как все руны, которые здесь есть. Остались амулеты. Кто здесь? Выходи. А ты кто? Я-то выйду. Я выйду. Тебе поплохее, чувак, если я выйду. Так что, ну, ты бы, это, поосторожнее со своими желаниями. Мне стоит выучиться на зубодера. Это поможет на допросах. Очень. Ты точно знаешь, что делаешь? Тактики меня учатся. получил брат Кордоза на полуострит. Как бы только не получить дротик в живот. Стенатели не отличаются осторожностью. С вот этими штуками... Так, один амулет. Минуточку, там был амулет. Серьезно? Вот этот вот в доме... Я сейчас, если что, туда вернусь. Мне интересно. Так, мы были... Что, 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 что там? 48, 77, 33. 48? Так, ладно, их 4 еще осталось. Окей. Я более меня понял, осознал. А, теперь... Что это? Ну, что, ребятки, начнем резню? Или где? Или что? А? Б, Б, Б. Все нормально. Такие затормозки. Давайте в пятку. Хочу ли я замедление времени? Наверное, не хочу. Вы же отвернетесь? Вот этот не хочет отворачиваться. До свидания. F5. Ну, как бы, все. Немножечко поговорили с вами. Я думаю, вы рады такому общению с вами давно. Никто не разговаривал, уроды, да? Сюда я могу просто выйти. А там у нас... Там у нас кто-то стоит. Ладно. Давайте я пойду обыщу их по-быренькому. Я не знаю, во время того, как я их режу, я же их не обыскиваю. Да, их не обыскиваю, к сожалению. Было бы неплохо. Там я не помню, нужен ли это особый скилл, не нужен. Ну, вот, в общем-то, как-то так. Ладно. Этих мы зарезали, зарубили. Что-то мы. Вот ты кто такая? Хорошо. Ты у нас деловая колбаса, да? Вечером идем играть в Кости. Ты с нами? Улицовали? Одежда все лицо закрывает? Ну, тебе виднее, как-то одежда все лицо закрывает. Что ты поешь за ногу? Пойди сюда! Да сдохнет. Я думал, ты сдохла уже. Это был черный рынок? А, нормально. Берегитесь, недавно один из магазинов ограбил. Знала бы ты, кто его ограбил. Вы, наверное, помогли нашему около кунсткамеры. Тогда для вас особая скидочка. Спасибо. Вообще, случайно нашел черный маркет. Даже на секундочку, подумал, что я его просрал, но нет. Да-да-да, посмотрим. чертежей у меня найдется. Это у тебя! Это мои чертежи! Так, хорошо, рикошетящие пули, это я смотрел. У нас число пуль увеличивает максимум пуль еще на 5. Вот это вот интересно, неизвестно улучшение. Видимо, я что-то пропустил какие-то эти чертежи. Теперь, клейкая гранат позволяет черному рынку продавать гранат. Так, а зачем мне продавать я их находить буду? Это нелогично. Цепь молний. Это у нас оглушающая мина, ну, которым я как раз не пользуюсь, да? Это двойное срабатывание. Каждая пружина мина срабатывает дважды. О, а это звучит интересно. Хорошо, вот это мне не надо, грубо говоря. Я бы улучшалки на пистолет кинул бы. Тут у меня получится, если все вместе, 1200. Давайте. Я уже качну на максимум, потому что пистолем я все-таки пользуюсь, и хорошо бы, чтобы он у меня был прям огонь. Теперь, максимум пуль или двойное срабатывание. Наверное, может быть, двойное... Я так и не пользовался этими минами, пофиг, давайте я туда всех клиентов. Давайте я вот это вот качну. назад. Не говори, что у тебя амулет продается или что-то такое. Так, это у тебя дротики, пули, пружинные мины, зельки. Карта дома Арамиса Стилтона. Нужно 85. Да, давайте с удовольствием. Все. Заходите еще. Обязательно с этим будет куда заходить. Какая юмористка, однако. А как к тебе проникнуть? Не подскажешь. Я тебя понял. Хорошо. Так, чуть-чуть проапгрейдились, что тоже неплохо. Я что-то не ожидал этих оленей здесь увидеть. Готов поспорить на последний момент опять будет зеленая минога. Что? Помогите! Люди, кто-нибудь! тебя! Это, это неправильно! Это неправильно! Люди! Не пускать пыль! Нет, нет, нет! Так, минуточку рядом. У тебя есть эмулет? Я об этом не знаю. кодовый замок. Диск... Блин! Замок в магаз? Кодовый замок в магаз? Серьезно? Минутку. Сведения. Воскрешение Паула. Замок... Пометьте, Арамиса Стилатина... А, поместье заперто. Замок Джиндаша... Нет, это не тот замок. Предметы... Ключ Дюрана... Кстати, Дюран, он будет обязательно зайти. Королевский убийца, доклад, наместник, замок Джиндаша... Разгадка замка Джиндаша... Книга Павших, Дюран, Дюран... Это не то. Насчет Дюран, Дюран, кто понял... Хе-хе... Кто понял, тот понял. Хорошо. Кстати, насчет умений. Кстати, насчет умений. Мне же там нужно было... Вы двигайтесь быстрее. Да, я качну... Блин, или... Нужно две. Давайте я дождусь. Мне нужно две, но я все-таки хочу сначала продлить время. Хотя, если я продлю время, или же я буду сам двигаться быстрее. Давайте я сразу качну вот это, чтобы двигаться... Изучить умения. Чтобы самому двигаться быстрее, тогда, возможно, это примерно будет равноценно. Да, хорошо. Значит, кодовый замок в магаз. Окей. Заблокировано. В магаз есть кодовый замок. Тут два этажа. Я врубил изгиб времени только что, случайно, да? Растяжка. Растяжка. Хорошо. Будем знать. Вы надо думать про нападение на магазины, не слышали. Нет, вообще ничего. Это же вы, наверное, помогли нашему около кунсткамеры. Хм. Тогда для вас особая скидочка. Так. Код надо будет поискать. Держим в голове. Нужен код в магаз. Код в магаз. Нет, нет, нет. Прикиньте, я мог это пропустить. Не надо, чувак. Просто не надо. Ты этого не хочешь. Недавно кто-то вывел из игры моего конкурента. Ааа. Минуточку, знаете, какая логика? Магазин ограбили, кто-то вывел из игры моего конкурента. Вы помогли кому-то из кунсткамеры? О, спасибо, что помогли. Ух ты ж, ё. Здравствуйте. Вот это местечко. Мне кажется, тут что-то тайное. Я думал, по мне кто-то стреляет. Это просто ловушка была. А здесь? Да ну блин, второй раз уже такое. Ну пролети ты туда. Вот это свинство на самом деле. Вот честно, игра. Это свинство. Так делать нельзя. Я же могу сюда попасть. А здесь я зачем? Типа просто. Фух. Ааа, это местечко, где я чувака прирезал. Сюда можно было дальше спу... Фу-фу-фу-фу. Все, понял. Интересное кино. Ладно. Давайте тогда, наверное... Я, кстати, понимаю, что мы можем уже пойти все сделать, но мне интересно доисследовать. Здесь я ничего не сделаю, да? Здесь. А здесь? Верни манну. Спасибо. Здравствуйте. А что я тут делаю? Тут старая печатная машинка. Это просто способ пробраться или что? Что за место? Ну да, тут денежка, все дела. Так. Идея из шахты сработала не так хорошо, как я думал. Сначала я встретил одних ребят, и у них был план получше, но оказалось, что денег хватает только на L-карты. И все такое. Я бы снова попытался счастья на шахте. Эти ребята прихватили... Смотри... Прихватили, смотрите, и теперь боюсь нас... Боюсь нос показать на улицу. Они тут прочесывают все дома, а когда-нибудь и до меня доберутся. Нельзя, чтобы они видели мои татуировки. А еще смотритель терпеть не может амулеты. Ясное дело так, что я собираюсь шмотки и валию с города как можно скорее. С любовью, Сантос. Это просто кусочек истории у нас здесь, да, я так понимаю? Амулет в здании? Я бы на самом деле сходил бы, посмотрел бы на это. То есть, я так понимаю, это где-то... Это где-то здесь. 18 сверху. А, все, я примерно понял, где это. Попробуем выбраться. Это козырек, в общем-то. Ну, так называемый козырек подъезда. Хотя это, конечно, глупо. Это вот сюда, через смотрителя. А, он у тебя в ящике просто лежит. Вот и блин. Это я просто плохо обыскал. Ладно. Не хочу идти сейчас на улицу, там буря. И вообще, знаете что, ребятушки, давайте мы, наверное, в кабинете Бирна-то эту серию и закончим. мне кажется. А, это было бы логично. Тут еще как раз пули подберем. Это я все читал, это читал, это читал. Значит, что нам остается, по сути, нам остается найти код для того, чтобы грабануть магазин. Нам обязательно нужно будет вернуться в салон и зайти в комнату Дюрана. И что нам еще обязательно... А, в комнате Дюрана будет еще один амулет. Да. Попробуем найти код. Я думаю, что, возможно, в комнате Дюрана будет какой-то код от магаза. Но я думаю, не только про ныра там всякая. Так у него могла быть какая-то информация. В общем, обязательно нужно в комнату Дюрана, обязательно нужно постараться что-то сделать с магазом. И, по сути, мы уже можем отправляться в особняк Стилтона. Тем более, карту от него мы прикупили. Так что, я думаю, это будет как раз наш план на следующую серию. А в этой серии у нас тогда все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал.